Друзья, всем большой привет! Вы смотрите Давай Запишем, с вами Александр. И сегодня вашему вниманию обзор звуковой карты Focusrite Scarlett 4.4 четвёртого поколения. Приступаем! Не так давно у нас уже были в руках модели Solo и 2.2 того же четвёртого поколения. Посмотрели мы, пощупали, обзор сняли и ваших комментариев начитались. За что, кстати, спасибо. Ну понятно, что одно дело это покрутить, потестить в течение двух-трёх часов, и совсем другое это поставить у себя в студии и полноценно погонять её какое-то время. Так вот, комментариев от счастливых обладателей Focusrite, в том числе четвёртого поколения, оказалось совсем немного, что говорит о том, что, скорее всего, всех всё устраивает. Ну либо не успели, не захотели, не увидели смысла переходить на новинку, либо просто была лень что-то написать. Это нормально. А вообще основная масса сообщений растеклась, так сказать, по двум основным руслам. Это надо ли обновляться до четвёртого поколения, имея второе или достаточно будет третьего. И посоветуйте, что лучше, Scarlett 4 или... И пошёл список от UR и Rubix до Minifuse и бюджетных аудиент. Товарищи, вам никто и никогда не ответит на эти вопросы. Всё дело в том, что у каждого из вас свой список задач, свой потолок мечтаний, свой бюджет, свои микрофоны, компьютеры, мониторы и так далее. Поэтому на эти вещи надо смотреть исключительно с точки зрения... А. Надобности. То есть не надо брать четырёхканальную, если не планируете никогда в своей жизни записывать что-то больше одного микрофона и одной гитары. Б. Технических и функциональных особенностей. Например, если не нужен loopback, не надо разгонять динамический микрофон или 600 Ом в наушниках, так нафига за это переплачивать. И, наконец, В. Если из того, что у вас сейчас находится в студийной комнате, вас устраивает абсолютно всё, не надо ничего менять. Исключением могут быть только те случаи, когда производитель перестаёт поддерживать какую-либо версию своего продукта, или он становится недружелюбным для свежих операционных систем. Или вы получили хорошее наследство и можете себе позволить рассматривать ценовой диапазон не 21-23 тысячи рублей, а 21-210 тысяч. Тогда есть о чём поговорить. Во всех остальных случаях пишите, сочиняйте, работайте и никого не слушайте. Ладно, что-то я разошёлся. Давайте ближе к сегодняшнему экземпляру. Напомню, называется карточка Scarlett 4-4, а это значит, что она имеет четыре входа, два из которых оснащены микрофонными предусилителями, и четыре выхода, что позволяет использовать её в том числе и на живых выступлениях, подавая, например, метроном по одной из стереопар на микшер или пару стереоплейбеков. Помимо этого, модель 4-4 имеет возможность подключать оборудование по миди, что делает её ещё более универсальной в использовании. Так, теперь, что касается нововведений. Они такие же, как и у модели 2.2 четвёртого поколения. Озвучиваю новые конвертеры RedNet с динамическим диапазоном 120 децибел. Диапазон усиления теперь тут составляет 69 децибел. Карта заимела улучшенный алгоритм Air, обновлённый усилитель для наушников. Теперь раскачиваются практически любые. И добавлены две функции, которые помогают контролировать уровень усиления сигнала и предотвращать клиппинг. Ну, если приспособиться, и если в этом будет какая-то необходимость, то почему бы не назвать эти вещи полезными? Дальше. По цифре тут всё как было, так и осталось. 24192. Loopback и линейный стерео вход имеются. Прям такая хорошая особенность. Дополнительное питание есть с блоком питания. Далеко не лишняя фишка. Управление можно осуществлять как с передней панели, так и через приложение Focusrite Control 2 для Windows и macOS. И в комплекте с устройством приобретается внушительный набор плагинов, библиотек и всего того, чего должно вполне хватить для изготовления чего-нибудь интересного музыкального. Ладно, друзья, товарищи, рассказывать про такие вещи можно очень долго. Можно спорить о методах измерения с задержкой, можно говорить о плохой раскачке динамических микрофонов, не делая замечания самому микрофону, и так до бесконечности. Кстати, про задержку, если уж очень надо, можете посмотреть в нашем предыдущем ролике на четвёртое поколение. А я, в свою очередь, хотел бы заметить следующее. Нам действительно очень важно знать, что показывают измерительные приборы на десятках и сотнях всевозможных тестах того или нового оборудования. Или мы просто хотим включиться, сесть за инструмент, что-то красивое придумать и тут же это записать без каких-то проблем, тормозов, перезагрузок компьютера и т.д. и т.п. Вот мне почему-то кажется, что последняя мысль найдёт большую поддержку среди нашей музыкальной братьи. А посему предлагаю на сегодня с разговорами заканчивать и покрутить, пощупать эту красивую коробочку стоимостью плюс-минус 41000 рублей. Погнали! Итак, подключился, микрофонами обложился, всё в проводах, всё непонятно в чём. В общем, давайте будем тестировать всё по порядку. Сейчас слышите, как работает конденсаторный микрофон. Усиление могу сказать вам сколько? 36 децибел, всего 70, ну считайте, что это 69,5, но это уже прям очень и очень хорошо. Динамический. Переходим к динамическому. Усиление 46 у меня стоит децибел. Ну и, в общем, слушайте, как он звучит, как он работает. Ну, это к слову о том, что плохой у вас тут преамп в этой карточке и как-то так вот звучит очень плохо всё. Ну, я заметил, дал своё замечание по поводу того, что на микрофон, на котором тестировалось четвёртое поколение в прошлом ролике, тоже стоило бы обратить внимание. Вот вам, пожалуйста, SE Electronics V7, 46 децибел усиления. По-моему, всё очень ровно, всё очень хорошо. Теперь смотрите, давайте попробуем... Так, перехожу сюда сейчас опять на микрофон конденсаторный для того, чтобы функции протестить. Значит, Air. Сказали, что Air, то есть воздух, его улучшили. Наблюдайте. Я буду давить всё здесь вот в панели, а вы смотрите на карточку. Значит так, один из режимов Air — это Presence, то есть что-то такое воздушное, светлое. Раз, два, три, четыре, пять — это Air Presence. Очень здорово. И ещё сейчас там, сейчас пожелтеет там всё на свете, да. Это Presence and Drive. То есть Presence вот, заработал он такой, какой-то светлый, но чем-то ещё так немножко поднакачен. Но вполне может быть. Это дело такое, что надо пробовать где-то на каких-то стилях музыки, на каких-то своих песенках и определите, где он подходит, где не подходит. Ещё раз вот Presence. Немножко сняли вот этот вот драйв и полное отключение Air вот таким вот образом. Значит, что дальше? Функция Save. Save — это нечто такое сберегающее нас, оберегающее нас от клиппинга. Я вот пытался, вот начинаю громче говорить, и прям я вижу, что всё, у меня уже клипует, ну там само собой. Нажимаешь Save и в ноль не выходит, то есть упирается в ноль и не даёт клипа, то есть перегруза. Это, в общем-то, прикольно. Это очень интересно. Это то, чего можно как бы поставить по максимуму и не бояться, что у тебя там будет перегруз или ещё что-то. Вот он Save. Кстати, тоже кто-то писал, что, а, бесполезные функции. Нет, ребята, не бесполезные. Вот на ваших глазах. Проверяю, это очень интересно. Да, и автогейн. Ещё есть одна такая фишка здесь вот из новомодностей. Тут, конечно, немножечко посложнее. Почему? Потому что как только активизируешь кнопку автогейн, ну или здесь, или на виртуальной панели, то что происходит? Значит, программа ждёт от тебя определённой подачи какого-то сигнала, какого-то уровня. И вот она слушает, 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 потом стоп, то есть сама себе пишет стоп, дан, то есть выполнено и пожалуйста. Если после всего этого вот я, допустим, я ору, ору, что-то происходит, нажимаю автогейн, она мне ставит 22 децибела и считает, что ну вот этого достаточно для того, чтобы было хорошо. А я вижу, что мало. Ну то есть с этим надо научиться работать. Либо это не просто сигнал от микрофона или от гитары, а это может быть ещё какой-то суммарный сигнал ещё от инструментов или ещё чего-то. Но тем не менее, фишка есть, она не может быть не полезной. Так что просто ей надо научиться пользоваться. Так, переходим вот сюда. Переходим сюда. 46 децибел. Как будто так, чтобы провода за стол не цеплялись. Почему? Потому что я хочу сейчас сделать максимум, то есть 69 децибел усиления. А вы, ребятки, послушайте, насколько он шумный, не шумный этот наш интерфейс. Так, заряжаю. И молчу, естественно, потому что будет, наверное, очень громко. Даже пишет не 69, а 70 децибел. Ну, такой вот максимум. Ну, да, надо сказать, что с этим, конечно, будет попроще. 70 децибел. А вот, что касается конденсаторного, то здесь уже, мама дорогая, здесь вообще надо полнейшую тишину создать. Но это не получится, потому что там на улице у нас какие-то трактора или ещё что-то. Там в магазине кто-то барабан покупает. Но, тем не менее, я затыкаюсь и вывожу на максимум. Да уж, даже вижу, что любой самый маленький шорох какой-то, он прописывается, он записывается. Ну, не знаю, мы послушали, какие там шумы. Что ещё? Наверное, пока больше сказать нечего здесь. О, клипануло. Клипануло, потому что не поставил сейв. Нажму сейв, не будет никакого клипа. Значит, сейчас ещё попробуем подключить сюда гитару, побрынкать немножечко. Ну, и вокал тоже попробуем. Вокал и сюда, и сюда, для того, чтобы вообще понимать, ну, как это всё работает, как это всё звучит. Набираемся терпения, пару минут, продолжим. Льёт ли ливнем июль или вьюжит февраль? Ищет пристань свою твой усталый корабль. В море долгих ожиттаний, не спуская парусов. Ищет он межостровов. Берег своих мечтаний Пристань твоей надежды Ждёт тебя Пристань твоей надежды На горизонте Сквозь туман и расстояния Ты увидишь мой свет Ты услышишь мой голос Зовущий нежно Всё, друзья, закругляемся. Если есть вопросы, задавайте. Если есть что добавить, пожалуйста. Всем всегда рады, всем удачи и спасибо за внимание. Будьте здоровы! У меня плёнка кончилась Что-то быстро Что-то быстро, да Ну, всё, что было, всё сжёг На четвёртое поколение Focus Rity Focus Rity, да И какой Focus Rity будет показываться? А всё, а нет, вот Субтитры делал DimaTorzok